Новости в студии. Работает Бульнара Жандагулова. Здравствуйте. Новости в студии. Новости в студии. Они обеспечат теплом 106 многоэтажных домов и почти 20 социальных объектов. Новости в студии. Руководитель областного управления строительства Нурберген Кусейнов пообещал, что все дома сдадут в эксплуатацию до 1 сентября. В большинстве домов завершена кладка стен, начатая работу по перекрытию кровли. На некоторых участках приступили к фасадным работам. 80 домов возводим за счет средств фонда Казахстан-Халкана, еще 20 за счет местного бюджета. На стройплощадках сейчас задействовано свыше 200 человек. До 1 сентября планируем сдать все объекты. Почти 200 семей петропавловцев, пострадавших от половодия, заселились в новые дома. Сегодня ключи от заветных квадратных метров получили 36 семей. Темпы строительства и ремонта домов после паводков в Петропавловске проверил министр промышленности и строительства Казахстана. В ходе рабочей поездки Канад Шарлопаев посетил новый строящийся микрорайон Берлик и пострадавший минувший весной от половодия микрорайон Кожевины. Все подробности у Натальи Волковой. Старый дом семьи Амировых в микрорайоне Заречный уже снесли. После половодия эксперты признали его непригодным для проживания. Пару недель назад пострадавшим выдали ключи от нового дома, строящегося в микрорайоне Петропавловска. Семья обустраивает уют и налаживает быт. Каждый день они топят печь, чтобы дом быстрее просох. Кульжауара Амирова говорит, до придомовой территории еще руки не дошли. Сад будет, но позже. Сейчас пенсионерка занимается внуками. Как вот хотела, так получается. Все позади осталось. Что было, то было. Немножко вот освежаем. Покупаем потихоньку. Ковер купили, ковры вот. На две комнаты, на прихожку, да на зал. Потихоньку обживаемся. Вскоре ее соседями здесь окажутся сразу 700 новоселов из подтопленных весной микрорайонов. Мехбригада из района Шалакына помогает семье Волыриных делать ремонт в их просторном доме. Хозяйка Елена говорит, что восстановление их семейного гнезда комиссия оценила в 9,5 миллионов тенге. Мы ждали, когда просохнет дом. Долго сох дом, потому что насыпь, глина, все это очень долго сохло. У нас ниже, получается, и воды было больше, она дольше здесь стояла. Дом шпальный, снимали полностью гипсокартон, все оставались только шпалы и лаги. Вот он в таком состоянии, он сох. Ну сейчас маху все, я говорю, мы просто даже рады, смотришь и глаз радуется. Темпы строительства новых домов и ремонт пострадавших проверил министр промышленности и строительства Казахстана. Канад Шарлапаев с рабочим визитом посетил новый строящийся микрорайон Берлик и пострадавший минувшей весной от половодия микрорайон Кожевиной. Люди рассчитывают на поддержку государства, ее самое главное получают и получают вовремя, чтобы уже с отремонтированного дома дети пошли в школу. Это тоже очень важный аспект. И, конечно же, вот этот вот разбор тех последствий домов, которые невозможно восстановить, да, то есть это очистка территории, это рекультивация этой территории, это тоже важный процесс. И хорошо, что вот местные исполнительные органы на этом фокусируются. В Петропавловске весеннее половодие повредило более 2400 домов. Порядка 800 аварийных уже снесли. Министр также проверил темп строительства в микрорайоне Копай, где на месте частного сектора появляются многоэтажки. Наталья Волкова, Дулигин Иманов, Петропавловск, 24КЗ. Церемония закладки фундамента завода по переработке твердых бытовых отходов состоялась сегодня в Алматинской области. Проект реализуется в рамках программы «Зеленая экономика». Проектная мощность завода – 350 тысяч тонн отходов в год. На предприятии будут сортировать крупногабаритный строительный мусор и перерабатывать вторсырье. Общая стоимость проекта оценивается в 32 миллиарда тенге, а сдать его планируют в конце будущего года. По статистическим данным, за прошлый год в стране образовалось больше 4 миллионов тонн коммунальных отходов, из которых отсортировали и переработали меньше трети. Остальной мусор вывезли на специальные полигоны. Исполнительный директор завода Ирлан Дюсибаев отметил, что на предприятии будут соблюдать международные стандарты в области охраны окружающей среды. «У нас технология полностью зеленая, у нас ноль выбросов практически, захоронение у нас идет нулевая. То есть у нас стопроцентная переработка отходов. Это сейчас очень актуальная тема такого проекта, такого масштаба и вообще такой технологичности у нас нет в Казахстане. Первый проект у нас и даже нет в СНГ, если честно взять». В Казахстане успешно завершена цифровизация автодорожной отрасли. Теперь проверка качества дорог стала намного проще и эффективнее. Эксперты используют планшеты и специальные приложения, которые позволяют им быстро и точно фиксировать любые дефекты дорожного покрытия. Алишер Ашимов продолжит тему. Специалисты дорожных служб берут образцы асфальта вблизи стадиона «Астана-Арена». А позже их направят в лабораторию для тщательного исследования. «Керны можно взять только в строго определенных местах и по определенным правилам. Например, одна проба на 3000 квадратных метров или три пробы на 7000 квадратных метров покрытия. Самостоятельно получить образцы невозможно. Необходимо присутствие подрядчиков и специалистов из технодзора». После успешных испытаний на соответствие строгим стандартам «Керн» получает статус качественного. Сегодня автодорожная отрасль претерпела цифровую революцию. Вместо громоздких журналов, где все данные записывались вручную, теперь используют планшеты. И специальное приложение, куда эксперты вносят данные о «Керне». А это пересечение улиц Турана и Кабанбай-Батыра. Здесь вовсю идет работа по укладке асфальта. Отсюда специалисты тоже берут образец. «У нас есть вот такие вакуумные камеры. Сейчас туда мы поместим образцы и насосами выкачаем весь воздух. Затем будет определена их степень насыщения водой». В стране функционируют 16 испытательных лабораторий. За пять лет было исследовано больше 160 тысяч проб, говорят специалисты. Между тем, наблюдается в отрасли и дефицит кадров. Не хватает полутора тысяч специалистов. Капитаны большого бизнеса дают мастер-класс предпринимателям Костанайской области, оценивают перспективы местных стартап-проектов и ищут новые пути для развития машиностроения и сельского хозяйства. Тренинги организованы в формате ежегодного инвестиционного форума «Костанай Инвест-2024». Для зарубежных инвесторов представят возможности индустриальной зоны Костаная. Подробнее расскажет Вячеслав Фитлугин. Инвестиционный форум «Костанай Инвест-2024» охватит и малый бизнес. Большие контракты зарубежные инвесторы и Акимат обсудят завтра. Сегодня же начинающие. Инициаторы стартап встречаются с теми, кто управляет миллиардами тенге и долларов. Мастер-класс дает Тимур Худайбергенов, создатель сети компаний в Казахстане и за рубежом. Он объясняет, как эффективно капитализировать дело даже на региональном уровне. Причем местные власти готовы всячески содействовать и максимально заинтересованы в новых прорывных проектах. Я приехал поделиться опытом. Я хочу дать те инструменты, которые я сам лично попробовал, какие-то изобрел. То, на чем заработал денег. Вот прямо от души поделиться и ответить на вопросы. И оставить какое-то, посеять зерна в благодатную почву. В Костанайской области это понимают и за дел на будущее обеспечивают. В частности, по итогам прошлогоднего инвестфорума были подписаны контракты на 440 миллиардов тенге. Совместно с южнокорейским автоконцерном развернули строительство автозавода полного цикла. Достигли договоренности о создании солнечной газопоршневой электростанции. С ростом крупных производств подтянутся и вспомогательные. Малый бизнес не останется в стороне. Сегодня в регионе создана одна из крупнейших в стране индустриальных зон с готовой инфраструктурой. Она также станет площадкой для форума. Зарубежным инвесторам наглядно продемонстрируют все возможности региона. Таким образом, форум, проходящий в этом году, уже носит традиционный характер. И кроме этого, станет продолжением и движущим вектором нашего дальнейшего стремления по формированию современного инвестиционного имиджа Костанайской области. На предстоящем пленарном заседании форума будут представлены проекты в отрасли металлургии и сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Впереди важные бизнес-встречи и запланированные контракты на триллионы тенге. На предстоящем пленарном заседании форума представят новые индустриально-инновационные проекты в сфере металлургии и переработки сельскохозяйственной продукции. Причем финансовые перспективы области оценят представители больше 500 национальных компаний, коммерческих предприятий и холдингов. Вячеслав Витлугин, Сергей Трохенберг, Костанайская область, 24КЗ. В Минздраве намерены временно запретить использование пенсионных накоплений для дорогостоящих стоматологических услуг по протезированию и имплантации зубов. Такие изменения планируют нести в приказ об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Согласно документу, казахстанцы не смогут протезировать зубы за счет средств из ЕНПФ, но у граждан будет возможность использовать эти деньги на лечение детей. Такое решение приняли из-за случаев нецелевого вывода денег. Проект приказа опубликовали на портале открытых нормативных правовых актов, и каждый казахстанец может написать свое мнение по сложившейся ситуации. Комментарии в Минздраве рассмотрят до 7 августа. От Басыбанк обратился в Министерство здравоохранения, является он уполномоченным оператором по выплатам единовременных пенсионных выплат на лечение зубов, тем, что на сегодняшний день зарегистрированы факты нецелевого вывода средств из ЕНПФ. По информации от Басыбанка были проведены служебные проверки, результатом которых выявлены, имеют место факты подложенных медицинских документов и факт неоказания медицинской помощи. Больница скорой помощи в семье нуждается в капитальном ремонте. Во время дождей ее подвалы заливают водой. Своими проблемами врачи поделились с депутатом Сената Айнур Аргенбековой. Она находится в регионе с рабочей поездкой. По словам медработников, местные власти знают о состоянии социального объекта, но ремонта пока не предвидится. Также медики недовольны работой общественного транспорта. Сотрудники больницы, проживающие в пригороде, вынуждены часами ждать автобусы, чтобы добраться после работы домой. О пассажирском автотранспорте, о освещении, которое прилегает к территории больницы. Поэтому проблемных вопросов здравоохранения немало. Их необходимо решать. И эти данные вопросы взяты мною на контроль. И будем отрабатывать совместно с Акиматом области и с Сенатом. В Казларде обновили автопарк, медучреждение, сдали в эксплуатацию современный центр крови и новый жилой дом. Церемония открытия социальных объектов прошла с участием заместителя премьер-министра Тамары Дюсеновой, прибывшей в регион с рабочей поездкой. Рахан Тажбаева расскажет. 150-ти квартирный дом построили на левом берегу Казларды. Жилье предназначено для очередников и молодых специалистов. Заместитель премьер-министра страны приняла участие в торжественной церемонии вручения ключей и поздравила новоселов. Ежегодно на развитие жилищного строительства в Казахстане выделяются огромные суммы. Реализуются госпрограммы, в рамках которых созданы льготные условия для отдельной категории очередников. Хочу поблагодарить руководство области и строителей за своевременную сдачу объекта, а также поздравить новоселов, пожелать им счастья и благополучия. Очень рада. Квартира уютная и просторная. Жить в ней будет комфортно. Я сама сирота, замужем, воспитываю двоих детей, работаю медсестрой. В очереди с 2012 года. Сегодня для всей моей семьи самый счастливый день. Тамара Дусенова приняла участие и в открытии центра крови. Собственного здания у медучреждения до сих пор не было. Все это время лабораторной и процедурной кабинетой занимали часть помещения областной многопрофильной больницы. Проект стоимостью в 2 миллиарда 700 миллионов тенге, отмечает руководитель областного управления здравоохранения, позволит обеспечить необходимый для региона запас крови и его компонентов. Центр крови сможет принимать от 5 до 10 тысяч доноров в год. Здание оснащено необходимым современным оборудованием, которое позволит обеспечить необходимым запасом крови и его компонентами все медучреждения области. Здесь же состоялось торжественное вручение ключей от новых санитарных машин. Автопарк области пополнили 76 карет скорой помощи. Райхан Тажибаева, Ханалиев, Казларда, 24КЗ. Врачи Медицинского центра управления делами президента провели бесплатные консультации сложной операции в Актау. В составе делегации из Астаны, Алматы, кардиолог, реаниматолог, аллерголог, онколог, уролог, пульмонолог, эндокринолог и другие специалисты. Для местных коллег они организовали тренинги. В Мангистау уже 13-я область, которую посещают высококвалифицированные врачи. За два года в регионах провели около 280 операций, больше 2000 консультаций и свыше 300 мастер-классов, рассказывает доктор Медицинского центра Анасурла Ашаназаров. Медицинским центром управления делами президента Республики Казахстан принята концепция развития медицинской службы. В рамках этой концепции в нашу миссию входят визиты в регионы Казахстана, поделиться опытом. Мы в прошлом году, в ноябре месяце, делали этот визит. В этот раз у нас онкологи, анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи. То есть порядка 20 специалистов, порядка 15 человек, особенно сложных пациентов, мы обсудили с коллегами, проконсультировали. Бюро национальной статистики проведет пилотную перепись сельскохозяйственных животных. В Казахстане планируют подсчитать поголовье, количество пастельных земель и спецтехники. К опросу в домашних хозяйствах приступят 20 августа, охватить намеренно 54 населенных пункта, включая города и села. Впрочем, в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН рекомендует проводить такую перепись каждые 5 лет. Споры за территорией возникли между бизнесменами и сотрудниками Национального центра биотехнологии в Астане. Въезд в здание могут перекрыть, а на этом месте построят дополнительные помещения для магазина мебели. Разрешение Акимата уже на руках предпринимателя. Ученые опасаются за судьбу сквера, на котором высажены редкие растения. В сохранение исчезающих видов яблони и тополей вложены миллионы тенге бюджетных средств. В проблеме разбиралась Гульнара Хасан. Этот въезд, которым работники Национального центра биотехнологии пользовались почти 10 лет, могут закрыть. А здесь начать строительство дополнительного здания магазина мебели «Фуллхаус», что расположен по соседству. Заезжать на территорию научного центра тогда придется через запасной вход. Это крайне неудобно, говорят сотрудники центра. Я планирую проживать на территории Национального центра биотехнологии, так как на базе НЦБ есть общежитие. Я не представляю, как будут обстоять дела, если вдруг вход будет закрыт именно с этой стороны, со стороны Кургальжинского шоссе. Я неоднократно знаю, что была свидетелем того, как сюда подъезжает скорая помощь. Заехать сюда станет проблематично не только скорой, но и пожарным машинам и коммунальным службам. Из-за плотной застройки въезд через дополнительный вход задруднен. В центре трудится более 300 человек. Есть общежития, теплицы, вивари для лабораторных животных. Тревожатся ученые не без основания. Разрешение на строительство уже получено. Как оказалось, участок, где расположен въезд, принадлежит бизнесменам, говорит руководитель отдела управления архитектуры. Мебельный центр «Фуллхаус» обратился в наше управление за разрешением на проведение реконструкции своего здания, пристроить офисные помещения по адресу шоссе Кургальжин, здание 13.3. Данный технический проект был одобрен управлением архитектурой в связи с тем, что вся данная реконструкция проводится на земельном участке, принадлежащем самому «Фуллхаусу». Сами предприниматели считают, нарушений в их действиях нет. С одним из владельцев бизнеса, Бесланом Ибрагимовым, нам удалось пообщаться по телефону. По словам Беслана Ибрагимова, с коллективом центра они пытались договориться. Предлагали построить аналогичный въезд за свой счет. Правда, в таком случае придется пожертвовать сквером, где высажены редкие растения. Это растение получено путем микроканального размножения биотехнологическим методом. Это маличный дискиана, яблонинвецка, которая занесена в красную книгу Казахстана, именно в международный красный список растений, которые на грани исчезновения. Представьте, его не так было легко, сколько труда пришлось нам его получать. Национальный центр биотехнологии входит в состав холдинга «Казбиофарм». Здесь работают над решением проблем в области здравоохранения, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности. Есть уникальные достижения. На вопрос, почему вход в здание национального центра, построен на частной территории, не ответил никто. Предприниматели выкупили уже действующий бизнес. Затруднились ответить и в Акимате. Сейчас именно какое здание появилось первым, вторым я сейчас не могу сказать. Касательно этого проезда и сквера, который вокруг могу отметить. Данный сквер был обустроен управлением охраны окружающей среды и периодопользования города Астаны. И находится на их балансе на данный момент. Вместе с тем, фуллхаус не претендовал на территорию данного сквера. Чем закончится спор между учеными и бизнесменами, пока не ясно. Однако, как заверили нас сами предприниматели, возводить пристройку в ближайшее время они не планируют. Готовы идти на переговоры. А те столбы, что установили на территории сквера, предназначены для ремонта водопровода. В национальном центре считают, сквер необходимо сохранить. В редкие растения вложен не только колоссальный труд ученых, но и миллионы тенге бюджетных средств. Гульнара Хасан, Серик Конорбаев, Растанбек Успанов, 24КЗ. Директора североказахстанского филиала компании «Аграрная кредитная корпорация» приговорили к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщили в антикоррупционном агентстве. Там уточнили, что глава акционерного общества был признан виновным в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей в размере 100 и 500 тысяч тенге. Деньги он брал за ускоренную выдачу кредитных займов для приобретения специальной техники и пополнения оборотных средств. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квази-государственного сектора. Приговор в законную силу не вступил. Оперативники управления по борьбе с организованной преступностью во время рейда в Туркестане конфисковали 327 единиц запрещенного курительного устройства. Как выяснилось, владельцы магазинов открыто торговали ими. Напомним, закон, запрещающий оборот электронных систем потребления никотина, к которым относятся вейпы и жидкости для них, вступил в силу 20 июня. За его нарушение грозит штраф в размере до 200 мрп, либо арест на срок до 50 суток. Также предусмотрено наказание в виде общественных работ до 200 часов. В рамках акции «Таза Казахстан» в стране запущен новый сервис с подачей заявок «Таза Казбот». Через него можно сообщить об экологических проблемах, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий. Для этого необходимо сделать фотографию, загрузить ее в телеграм-чат-боте, указав подробное местоположение, описав проблему. «Мы запустили чат-бот около 20 дней назад. Почти 300 заявок уже обработаны. В основном поступает обращение по вывозу мусора из придомовых территорий. После проделанной работы мы фотографируем и отправляем заявителю отчет». В качестве обратной связи пользователи будут получать уведомления о назначении исполнителя и завершении работы прямо в телеграм-боте. После выполнения заявки можно оценить качество выполненных работ и просмотреть все свои заявки. Спорные ситуации на матчах по Кокпару на предстоящих пятых Всемирных играх кочевников рассмотрят посредством видеопомощника судьи. Специальный семинар-тренинг для судей по национальному виду конного спорта состоялся в Шымкенте. В течение четырех дней 35 специалистам из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья подробно разъяснили теоретические и практические аспекты игры Кокпар, в том числе разрешенные и запрещенные приемы и состязания. Система Видео Ассистент Рефери предполагает использование видеоповторов при спорных ситуациях, что позволяет значительно повысить качество судейства. Главный судья предстоящих игр Гани Ахмедбаев рассказал, как именно будут организованы видеоповторы. Также к работе будут привлечены операторы дронов. Рядом с комментатором будут находиться признанные эксперты в этой области. В случае несогласия можно прокрутить запись назад и решить спорные моменты. Наша национальная сборная и сборная Кыргызстана будут состязаться на собственных лошадях. Остальные команды конями, амуницией и формой обеспечит казахстанская сторона, то есть наша дирекция по подготовке игр. Заявку на участие в соревнованиях по Кокпару на предстоящих пятых Всемирных играх кочевников в Астане подали сборные команды 12 стран мира. Игры стартуют 8 сентября в Астане. Представитель Оргкомитета игр Муратбек Ковшикбаев рассказал о том, как будут обеспечены матчи по Кокпару. На Олимпийских играх сборную Казахстана будут сопровождать 67 тренеров и 15 специалистов, включая врачей, массажистов, психологов. Они будут оказывать спортсменам всяческую поддержку в подготовке к стартам. Как подчеркнули в Национальном олимпийском комитете, это рекордный показатель. Напомню, честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов в 25 видах спорта. Уже завтра казахстанцы начнут свое выступление. Первыми в гонку за медали вступят мастера стрельбы из лука. И к данному часу это вся информация. Всего доброго.